добрый всем вечера катастрофа против атрибут начинает играть ну конечно ребята очень долго готовились и катастрофу мы ждали очень долго поэтому ребята начинает вчетвером потому что судьях еще поторопил если вы не успеете минус одна карта ребята вот играть на стыках с минус одной картой вообще не хочется микрофона и максим еще в тире для стиве хайдер да здравствуйте дорогие друзья я тут тоже уже немного нахожусь на эмоциях они давным давно могли получить уже техническое поражение так как задержка у нас даже после разрешенного времени вышло больше 10 минут но благо судьи у нас слишком добрые и позволили ребятам еще немного посидеть подождать но все таки 5 в 4 друзья начинаем мы этот матч естественно то что сейчас будет максимально медленный поинт-бланк со стороны команды катастроф атрибуции на последних матчах в 2 неделе легендарного дивизиона ну скажем так немного но нашли свою игру не знаю что произошло зато количество времени сколько мы не наблюдали ребят в эфире может быть что-то пошло наоборот в плюс а может быть и в минус но сейчас для катастрофы стоит крайне неприятная ситуация обыгрывать пятерых игроков атрибуцев которые индивидуально в первую очередь ну так скажем поднабрали форму сейчас же мы с вами видим как команда уже больше минуты находится на просто т-спавне они будут ждать своего тиммейта я думаю то что здесь зарекаться какой-то тактической составляющей сейчас команды катастроф очень тяжело я не могу найти иного объяснения того что они находятся под т-спавном кроме того что они ждут просто своего тиммейта сейчас пятого игрока раскидываются хаешки и эти хае направляются сейчас как раз таки в сторону а плента насколько я понимаю это же был смоук дэниэля этот смог не особо на пугает но следом направляется еще четыре гранаты куда плент частности осколочный дэниэль вылетает на перестрелку уже добывает хотел сказать двойное преимущество по игрокам на здесь уже три игрока в плюсе и остается река номер 1 1 тиммейт только что получил пулю в лопатой тела пошла аркада река номер 1 закрывает дэниэля но это минимальная потеря для атрибуцев с учетом взятия раунда 10 есть такой момент и понимает одну в любом случае катастрофа тянули до последнего медленно разыграли и выходили потом просто в лобе вот так вот играть но к ним реально до лояльно носились в принципе все мы сами душем только в последний момент когда ребята реально ну перегибают ну а так ну ждем понимаем что у всех но бывают какие-то проблемы какие-то напряги там допустим не знаю кто-то бежит с работы хотя уже 7 часов как бы но матч сегодня семьи не знаю люди порой ног 6 некоторые не успевают заходят уже под под начало как раз таки как это говорится с корабля на балл но не знаю как будто не было возвращается пятый игрок от это понимаю буш который без доната зашел уже закупаться они его наверно вот как раз таки где-то искали где кто у нас 5 есть вообще ребята на есть буш заходи у меня пацаны донат нет сейчас подождите вот такое ну ждем пока буш за донатится ставки пока для вас открыт ребята пока я это читаю но конечно же это задержка поэтому вы наверное когда услышите ставки уже будут закрыты но и собственно говоря если мне не изменяет память это же буш который в свое время начинал еще свою карьеру в команде стронг вайлд после чего его забрали в армию он вернулся я разговаривал с ним спрашивал будет ли он играть еще сезон и арены фогейм он сказал то что растерял форму максимум что-то любительское на арене но если это не тот буш извиняюсь вы можете меня поправить просто он состоит сейчас в клане стронг вайлдов буш как и его предыдущий никнейм собственно если у вас есть какая-то информация можете меня поправить но кажется что это действительно он и может быть он находится на замене а может быть он и действительно основной игрок команды катастроф и посмотрим как сейчас катастрофы изменят вообще свой стиль игры в ходе атаки только теперь уже в пятером кажется что не шибко будут какие-либо изменения в их динамике откинули смог под центральное кафе никаких пиков сами не оформляют ждут только наработок со стороны атрибуцев атрибуцы рано или поздно могут психануть даже не то что психануть а просто не выдержать сидеть на одном месте в частности мне кажется это может произойти именно с дэниэлем поскольку дани это довольно импульсивный быстрый динамичный игрок ему постоянно нужно чтобы что-то происходило на карте если на карте одно затишье это явно доставляет ему дискомфорт и этот парень может вполне сыграть в аркаду здесь выход друзья под бэп лэн где сошки вместе с загаром на приеме от загара уже прилетает open размен от юнеско сошки отдают хаешку но сам же на этой же хаешке а нет это загар подорвался подождите а сошки изначально килонули но и дэниэль уже тут как тут вместе с и телом готовы бороться за бомб сайт п от изела и дэниэля прилетает еще по фрагу крюки раздается один его добивает дэниэль второй раунд для атрибуцев в общей сумме ну и пока что не сказать что есть какие-то проблемы максимально затяжной тайминг со стороны катастрофы который пока что непонятно к чему ведет атрибуца не столь импульсивно они не откидывают хаешки изначально ну по крайней мере все они зонят дефолт на выход центрального кафе осколочная четверка падает блюд смоук далее хае без надобности они не разбрасывают то есть эта пауза явно не задерживая не выманивает какой-либо арсенал из атрибуцев они просто сидят под т-спауном я понимал бы если бы они пытались выйти где-то на файт где-то заставить атрибуцев понервничать но около полутора минуты под т-спауном и потом файт 5 на 5 под конкретным бомб сайтом пока что не греет душу игрокам это факт ну и 20 на табло тоже катастрофа надо что-то менять и кажется что у них есть довольно хорошие игроки сатрика номер 1 крюкер от которых можно действовать и отталкиваться но пока не их прячь есть такой момент но медленно разыгровки в исполнении катастрофы пытается на фраз кинуть под альфу многих да не то уже готов встречать он потирает ручки поджиме длины и первый пошел не смотрел пошел не получилось к сожалению но мог скосить тони здесь несколько голов еще при выходе длины но вот опять же тот момент где надо чекать все нычки и тело принимает дайзекса выход от рига выход на бтр от оппонента но с этим ничего поделать пятна не могут они просто все падают буш хоть какой-то размен дает сейчас на цеха выход с двойки но его уже встречает крюкер соло остался 13 и наверное будут поджимать ну или нет по трибуцам сейчас вот именно что этого не стоит просто не могли бы на какой-то плюс морали на том что они выигрывают эту игру пока что как-то давить но этого делать конечно же лучше не стоит чтобы играть просто его замечать каблучки загар ну и забирает крюкера без проблем третером начало миссии илюша поснимай прокиды плиз ну я вот стараюсь обычно смотреть когда кидают это прокидки некоторые например дефолтные уже не всегда показываем ну иногда и раскидывай сейчас туда плент в основном почему-то идут более агрессивные но может быть они этими хаешками пытаются как-то забайтить атрибуцев мол ребята вот смотрите вектор наша таки направлен именно под а плент у них очень хороший раскид хае но действительно как ранее подметил илья это более чем дефолтный хае под двойку смог на окна а плента дабы зазонить вообще весь обзор игры потел но сейчас опять же было откинуто три смака на длину и ни один из этих смаков не был использован под назначению никто не попытался сократить даже дистанцию до бтр со стороны команды катастроф и сейчас же они потеряли буша первым делом и тел остается на прикрытии центрального кафе очень хороший тайминг лови дайзекс который закрывает и тела минус от крюкер по плану и вот с этим уже можно работать сейчас бы ускориться в район а плента на здесь сидит дэниэль тоже довольно грозное оружие команды атрибут да не закрывает крюкера но подрывается на хаешке река number one есть информация про ходе куда плент но также появилась инфа по юнеско который пытался запушить в плент но в соло сделать это не получилось бомба была установлена река number one в ситуации 1 в 2 попробовать разыграть этот клатч 37 процентов здоровья на счетчике ну и два оппонента которые окружают его с кт спавна и ланга река number one если закрывает загара хороший шанс остается разыграть против соук но загар справляется индивидуально он закрывается number one и это 4 для атрибутов пока что однокалиточный point blank мы с вами наблюдаем сожалению для катастрофу дам деактивизм такой момент стоять куда пошло домой куда же кто там у тебя куда пошел я у меня включается ядр из алиса игры стоять куда пошла и мне лис отвечает домой куда же счет хорошо понимаю она сама включилась у меня сири тоже так реагирует просто сама по себе вообще на какую-то внезапную фразу она такая дара я здесь так поговори пока я ее выкручу чтобы она не срагирует давай давай хорошо друзья мы с вами продолжаем это может стать решающим раундом для команды атрибута на первой половине может быть 5-0 возьмут а может быть и команда катастрофу пытается еще как-то посопротивляться своему сопернику буш выходит на лонг крюкер собственно здесь же при поддержке своего тиммейта смог на центральном кафе пропадает смог под аплентом также пропадает никакого прохода не было и как только спал этот смог ребята пытаются двигаться на длине аэшка от плана сразу же под бтр буш и так остается в рудовом состоянии 14 процентов здоровья буквально одно попадание снесет его минус от плана фраг от крюкера в ответа и тел вовремя подтянулся на халпуа плента добивает буша минус 2 игрока у атаки и сейчас атака вынуждены экспериментировать может быть как-то импровизировать даже дайзек заходит на перестрелку под б-плент где ему удается киланой соушки но на пути к вам сайту остается еще и загар тоже крайне неудобный соперник но дайзек с ним справляется может добраться еще до и тела но дэниэль должен спасать сейчас своего тиммейта река номер ван и крюкер тут же стягивается под б-плент упаваясь своему тиммейту при постановке фугаса бомба была установлена времени не так много и была последняя информация по атрибуцам где они находятся и собственно как могут разыграть в дальнейшем я тут думаю тоже должны предполагать и тел уже играя через семерку дэниэль попытается сместиться с кт-спавна уже находится на перемычке выход на широкую проигрывает байт против дайзекса для дайзек сайт раунд с максимальным ксд 3 пулкил в его исполнении но и река номер ван оставался на прикрытии семи где также не выпускает своего оппонента 4-1 друзья общий счет попытались точнее пытаются еще как-то катастроф вернуться в игру но собственно и не такие камбэки мы с вами видели даже в ходе первой половины поэтому атрибуции должны закончить наверно здесь и сейчас и ни в коем случае не позволяет разгоняться команде катастроф иначе первая половина приведет к неприятным последствия есть такой момент юнеска слышно двойки оппонента и гулять в этой позиции 60 кп у него но тут опасен еще можно улучшить им это подозвать вместе как-то разыграть атака пока что еще не знает что делать наверное опять же как какой-то метель медленный отыгрыш а после раскидка и пока на респауна пока ждут его дани в этот момент тоже решает поджать и не сидеть просто на месте в любой любой ситуации он готов нажать конечно w и лкм имея дуала вот пошли раскидки летели пода раскидывак но еще и еще и еще смоки хаешки пошел выхода не играет на время первого уже закрывает помогает план 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 вот как-то вот так вот минус 3 первая голова третий голова хорошо но собственно предыдущий раунд доля везения для дайзекса который вышел спокойно под б-плент его по-хорошему должны были закрывать но все-таки парни удовольствием индивидуально справиться но в следующем же раунде это абсолютно никак не помогает 5-1 друзья общий счет на табло и мы с вами выходим на смену сторон некоторые обращали уже внимание на наши лычки да друзья это пбру ну собственно как сотрудник поинт-бланка на вряд ли это лычка будет предназначаться игрокам но насчет лычек я думаю будет у нас отдельный пост в группе поинт-бланке спортившел паблик а где вы сможете подробную информацию получить какие лычки на какие дивизионы сезоны и так далее будут распределены для женской лиги для парней так что есть информация по лычкам которая должна вас по-хорошему обрадовать в частности игроков которые играют сезон но сейчас мы они не будем говорить прочитать потом в группе пб спорт заинтриговать можно удочку закинуть что там еще есть неплохие лычки да это так мы просто наткнулись и собственно говоря нам разрешили их себе нацепить для красоты как значок знаешь прикалывали мы в 2017 году на мировом прикалывали значки поинт-бланку себе на костюмы вот считайте то что это то же самое сошки тем временем остается на 7 но он пытался там где-то в пиксели выцелить я так понимаю бочку если кто не знал друзья на семерке есть пиксель в двери в двери в этой в ширме и на косяке по итогам которого можно выцелить бочку и подорвать ее прострелом через ширму я не помню там уже по рейкам надо как-то считать давным-давно это делаете говоришь да 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 под по плентом он на семерке в угол встаешь и там отчитываешь как-то по рейкам я уже не помню какие рейки и так далее но если вам интересно ребят вы можете написать я попробую найти эту информацию у меня где-то было в статьях в группе но это два в одного река number one пытается удержать еще как-то раунд для команды проход под а плент друзья уже свершился дэниэль 50 процентов здоровья поставил бомбу но он не покидал бомб сайда не знаю не уверен если у рика информация о том что соперник остался в пленту поскольку я не наблюдал в этот момент за рика но судя по тому как он смещается навряд ли у него есть какая-то инфа но все-таки чек все-таки чек не до даниэля есть минус на даже если бы не дань а там уже был тиммейт дверях так что река number one в любом случае был обречен на провал и это как минимум ой допы хотел сказать ничем кстати в этот момент ну я хочу сказать о том что почему бы не пошутить собственно но у него не было инфы по пленту но если бы он прошел аккуратно туда-нибудь первым информацию не получил и не открылся бы вместе с тиммейтом как-то можно было бы сыграть на нежном выходя на одного отдали на второго как-то так но это опять же если бы а вот вот как-то вот так вот это просто момент который нужно опять же себе в голове где-то отчеркивать и вот этот опыт который постоянно бесценный опыт который постоянно к вам поступает когда-нибудь да вы сможете использовать поэтому и говорится за какие-то моменты что это просто запомнить пачки хорошие результаты от ребят планы и тел вкладывают по нам игроку для себя и вопрос куда пойдут отрибуция получив это преимущество для себя они могут чувствовать себя увереннее потому что хаешки от обороны отлетели в принципе и ослаблены бомбсайды некоторые позиции вообще не просматриваются сейчас оборона пугается в сторону цк и кт потому что очевидно . не смотрелось они боятся а тут проходит вальфу все ушли с альфы чисто фришный но подожди здесь уже крюкер вместе с бушем готовы принимать закрывает сошки выход от буша погибает план загар тут же на играет на размены и река number one по-хорошему надо бы поторопиться успел выцепить здесь и тело и остается собственно один дэниэль который проигрывает файт крюкеру вот это пожалуйста при аплент держи ну чё или а где там фришный плент но да 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 вот это вот конечно информация на от тиммейтов да он рыдовый да там никого нет пошли вот это вот или я просмотрел по мини-карте с там в цк был один и на кт другой как бы на какой-то момент был реально фришный аплент а можно было пройти это можно было поставить наверное но начинали раскидывать хаешки забавить или оборону и игроки атрибут встретились как раз таки с опором бомбсайда а который все-таки успел прийти на ужин ну как бы попытки до пройти атрибутов под эту точку land как-то так можно расслабиться можно попытаться повторить свои минуса под которыми находили как раз таки для себя возможность атрибут в предыдущем раунде они же давали минус 2 нужно попытаться еще раз цепануть кого-нибудь пройдет раскидки от плана эта сторона двери наверное эта сторона к на левого об буш прицепа танцевать придется много потанцевать наверное ну все там от интерес хаешки 2 или 3 даже очень много летать может быть на длину дайс играет закара буша время играет закрыл плана ну и атака все остался последний тел на пэте по нему инфа есть и река номер 1 надо немножко потанцевать здесь подожди когда придет подкрепы и вместе с тиммейтом уже забирать есть еще один раунд до них это троечка приятные моменты наступает для катастрофы но только сейчас сожалению они конечно имеют шансы еще добрать как-то ничью но тут надо попытаться это фаст фаст на пэту полетела пачка дайзится внутри к взрывает на хаешки сошки рика живет пока что так а тиммейте смещается они уже вроде как день здания на выходе поэты река пытается сесть ему на голову крюкер забирают даню отдали выход закара и тело так же нужно будет закрывать там выход на синие за спину будет и ждут игроки обороны буш надо поторопиться и помочь тиммейтом они как развернулся вовремя очень вовремя решил прочекать спину буш погибает остается крюкер и атрибуции вполне еще имеют огромный запас времени на то чтобы сместиться под аплент и поиграться здесь немного с крюкером у крюкера есть очень хорошая позиционка сейчас под бэп лентом он может как раз таки остаться в этом углу он здесь и сидит прочекать центральное кафе если кто-то будет проходить им но и собственно услышит смещение под вином бэп лента единственное в чем проблема длину никак не заметишь и как раз таки через сделала требуется уже играют смещение бомба была установлена и тел с дуалами принимает решение отойти под длину вместе загаром занимает двойную позицию точнее занимает одну позицию вдвоем очень не знаю опасное решение хотя с одной стороны ты всегда так и думаешь то что ну не будет второй там сидеть но сто процентов а он сидит он сидит и собственно так сейчас думает и крюкер который пытается еще разминировать бомбу но загар все-таки выходит на чек сланга и добивает своего соперника победа атрибуцев на первой карте и смотрим за формальными раундами вот вопрос ко мне адресованный мой мой ник новый 280 герц к слову ребята читайте про такую штуку как технически сложный товар кище уже слышал меня вчера чуть позже наверно расскажу подробнее когда будет смена карты а сейчас смотрим за атакой который пытается проломить просто а плент постануть на кассе крюкер бою и там залетает ему пачка река последний и дело слышал смотрит по открытию ставит пачку а теперь можно кстати было попытаться нашить плент но есть конечно попытается с нее отбросить раз на закрытие на выход точнее под кассу забрасывал 2 но не удается эти х и в минус и также минусы самого рика получает раунда себя еще потребуется это 83 едем далее друзья а атрибуции я думаю должны сейчас взвинтить темпы нету абсолютно никакого смысла сидеть сейчас и ждать победа в карте уже сто процентов за ними это попытка сыграть центральный какой плюс выход через мерку но юнеска соло кирит выход а плент а река номер 1 дабл килл на приеме выхода через семь и хаешка дайзекса пришлось тоже очень кстати третий раунд в ответ забирают для себя игроки катастрофы и фаст раунды по крайней мере разделяющие команду явно здесь не помогают могут немного попробовать посидеть похолдить вообще выманить вот эти первоначальные хаешки их переждать первые секунд 15 буквально 20 не больше и потом уже попробовать нанести более агрессивный удар но в основном наверное была большая проблема в синхроне команды сейчас то есть заход центрального кафе не справились игроки против юнеско вдвоем так как центральное кафе не выиграла смерти пришлось заходить без какой-либо поддержки ну а там уже парни справились самостоятельно да и собственно хаешек никаких не выжидали атрибуции пока что это три в два ситуация и тел попытается еще пикнуть цк насколько я понимаю соушки играет на смещение через семь но здесь смог должен будет чекать абсолютно все нычки хае упала в район центрального кафе так погоди это была флешка они пытались шугануть как-то игру под зонтами и понятно дайзок ck крюкер под аплентом который уже забрал информацию для команды неплохая хае по дтл о сушки разменивается но дайзок вылетает и лепит пачку своему соперник раунд друзья за катастрофу тут конечно лайк от меня крюкера за такие хаешки ну просто нравится мне которая отлетает с минимальным отскоком просто ребята общение когда вы выбиваете допустим точнее вас аркадий под семерку выходит оборона уже вы забрасывать вот вот в эту пиксель хаешку она получается ударяется об стенку падает о пол она минимальна сколько делать и сразу же практически взрывается даже без учета перкина ускоренный взрыв а с ней так уж вообще там сразу же катастрофа будет для противника так точно он просто сразу же взрывается вот крюкер одно из таких бросил который отлетела в стенку быстро взорвалась забрала оппонента на лестницах и получен враг хороших раскидки под семерку по тех кто зевает на семерке но соул был готов он ждал взорвались 2 хаешки можно попытаться пикнуть еще раз но это кстати вот до этого раунда показывали когда вышли на формальный как-то быстро решили просто падать на оппонент а тут медленно подходит но все-таки хочется поднабрать еще раундов не хочется в дальнейшем проблемы для себя получать напоминаем друзья то что это стыковые матчи легендарного дивизиона после первой не до после первых двух я после первого круга перед вторым но и собственно пока что за ней на второй круг у нас отсутствует но я думаю то что в течение сегодняшнего вечера мы его получим с вами 44 друзья на второй половине выбывает один боец катастрофы но они не решаются выйти в лобби все-таки принимает решение доигрывать в четвером минус от крюкера закрывает план своего соперника буш остается сейчас на прикрытие а плентосова его должны раздавить так и есть ну и река номер ванта бэп лентом это уже более чем очевидная инфа для атрибутсов бомбы будут ставить рико ждет наоборот пока за ним будут охотиться может быть еще пару фрагов для себя под пар мент статистику но нет нет еще раз нет и тел сносит голову оппоненту это победа уже безоговорочные друзья для команды атрибут со счетом 10 5 и мы подводим итоги по ставкам 10 5 на команду атрибут своп-воп поставил первым так что жду тебя в личные сообщения скриншот учетные записи твича дабы подтвердить что это действительно ты но и я думаю что модераторы в ближайшее время откроют ставки на вторую карту это же взрыв в городе расскажи пожалуйста что у нас по пикам и а ну здесь уже дан спалил вопрос отвалился сам собой так вы же за террористов да так оно и есть остаются на ввг в атаке катастроф но посмотрим а чей это был пик но судя потому что это террористы то выбирали эти катастрофы хорош максим профессионал дедукции да я шерлока смотрю просто пересматриваю друзья так вот эти на еще не все бенедикт да он да с ним да я и перед этим еще с робертом давним младшим посмотрел два фильма и не знаю меня затянули детективы на данный момент и все из-за одной книги называется она друзья может быть кому-то будет интересно внутри убийцы майк омар автор собственно книжка очень интересная на которую дает повествование как со стороны профайлера это психологи фбр которые по полученным уликам по внешности жертвы они определяют ну какие-то намерения привычки убийцы маньяка в данной ситуации вот ну и собственно говоря создают какой-то портрет то есть они своего рода тоже шерлоки они подмечают прямо супер-супер мелкие детали которые очень очень важны вот и помимо повествования от профайлера идет повествование от лица самого убийцы как он думает что он делает и так далее книжка очень интересная на 400 страниц я уже прочитал 300 и именно из-за этого меня затянули я захотел посмотреть за шерлоком и существует очень множество 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 вообще разных экранизаций шерлока холмса и лично от себя я могу вам посоветовать как минимум четыре прикольного если вам нечего посмотреть ребят пересмотрите шерлока холмса это с бенедиктом и с робертом дауни младшим с робертом дауни младшим два фильма третий выйдет в 2021 году я уже прогуглил вот сериал с бенедиктом там сериал сезоны разбиты они считайте что фильмы по полтора часа идет одна серия если вы не смотрели тоже очень классный сериал далее называется он элементарно сериал посмотрите и вечность вот так вот это вам небольшой кинопоиск на рених агена небольшой кинопоиск друзья просто некоторые спрашивают в частности заходят в группу мол что посмотреть и так далее да я задаю очень часто вам эти вопросы когда общаюсь с аудиторией поэтому если вам есть не нечего посмотреть то вот пожалуйста вам небольшой список ну что мы приступаем с вами все-таки ко второй карте это же взрыв в городе что можно сказать в целом по тенденции игры команды катастроф не сказать то что парни сейчас чувствует максимальную уверенность в себе вторая половина после победы команды атрибут видно то что подпустили уже ситуацию индивидуальная составляющая в каких-то моментах подросла пока присутствовало напряжение в игре пока не могли найти ключ решения проблемы против атрибутов играли довольно зажато кажется то что сейчас будут играть точно так же довольно медленно но как я говорил на первой карте на миттауне не вижу пока что как такового смысла в этой зажатой страте ну и собственно здесь дэниэль как раз таки подтверждает мои слова то что долго сидеть на одном месте он уже не сможет аркада по тэшку принесла для его команды entry и он теперь аркадит боковую но здесь крюкер уже находится в ожидании дэниэля потрепали 66 процентов здоровья по хорошему надо посидеть сейчас ему и подумать над тем как принимать эту боковую не исключено что сюда прилетят осколочные пару хаешек он пережил и возвращается на этот файт срезает еще две головы это три пулки у него в кармане до квадро мог дойти но все-таки 7 хп у рика не добил но теперь как минимум парика есть информация и уйти отсюда будет довольно тяжело особенно имей холдс бар семи он так слышит загара замечает пытается попасть но на хп просто не вывез особенно против такого девайса слово кстати стрельба с того же ска пошла как-то иначе вот эта речь про двести восемьдесят герц и не знаю просто поставил 43 у меня просто как турелечка нету тур не тут как-то вот так ну что это будет подальку да не хотел удивить дать я в тэшку но получил дэмэдж по себе отступает выход нами ты его soul разменивать на павшего тиммайта и далее пройдет выход на а плент и тела еще ждет какой-то инфы по бете но там на альфе гремят конечно если выход даня на боковой уже его заметили или нет но вот сейчас так точно забирает он крюкера и погибает 23 нужно перемещаться бросать эту точку это опять же ребята в вг это карта смещения нужно читать нужно стараться максимально как-то вот играть гибко что ли расставлять свою барону так чтобы вы всегда были готовы принимать и альфу и бета но альфа наверное в большей степени опять же сколько раз говорилось о том что ее выбивать просто тяжелее макс кау халяву пишут да я как раз таки выдаю кодек сейчас нашему победителю по ставкам так га халяву да без проблем сейчас и когда ездили ребят 120 хп на 7 дней до давай давай на к вышку готовы на к вышку раз два три ушел ничего не жалко ребят все для вас так давай что у нас тут в раунде проблемы опять у команды катастроф река номер ван и юнеско как я говорил ранее ребята после победы атрибуцев на первой карте на формальных раундах они немного включились и как раз таки я могу отметить игру юнеско и река номер ван крюкера в частности дайзекса буш пока что не сверкнул но я думаю то что это вопрос времени и вообще если он не игрок основного состава надо будет потом посмотреть на арене то может быть он вообще не планировал не разминался и очень редко заходит как-то на тренировки даже назвать это сложно тренировками может просто играет река номер ван выходит через винт будет стычка с загаром сто процентов закар его прекрасно слышит вылетает на перестрелку и сска спокойно перебрил своего оппонента раунд для атрибуцев пока что это 2-0 и вот сейчас происходит ровно то же самое что происходило на прошлой карте сейчас пока эти раунды хоть что-то дозначит для команды катастроф они будут играть зажата они боятся они не уверены в себе у них опять пропадает индивидуалка они не дают тех дабл трипл киллов соло которые давали на формальных раундах мидтауна и сейчас они действуют довольно растянута по карте кажется что если у вас есть какая-то неуверенность в собственном исполнении если у вас есть какой-то страх в сопернике то сыграйте толпой попробуйте одну конкретную позицию запушить всем скопом 7 всей пятеркой а плен замечательную тактику придумали еще деды по инбланка но винты тэшку и боковую в единый тайминг под раскид хаи можно реализовать но опять же если у вас нет реализаторов то это большая проблема сошки закрывает дайзекса буш тут же разменивается под аплентом начинается карнавал минус есть по загару сошки тут же дает килл 30 процентов здоровья и более агрессивно пытается сыграть против юнеско юнеско должен казнить артема тем временем и тел казнит крюкера артем до последнего живет под аплентом и есть ощущение что юнеско изначально его потерял сошки играет в добивание остается рика рика но несколько секунд уже пытался прошивать его планы не попадал рик ноль эмоций вообще на своего соперника но и тем временем вернулся когда понял что вообще происходило вернулся на файт но это уже было поздно 3030 за атрибуциями катастроф взять тактикал паузу надо может быть но не хотят хотя то не походу в постановку чушь буш уже на выходе полетели от него конечно страну злого разогару успевает или нет оставил 60 кп на попытке уйти с этой каешки забросит свою не точно дайна там просто на приколе ставит пачку по бушку дальше пошел казнить пытаться точнее слышали понимать что если понятно нуле выходит на кассу дайзекс забирать его и носко забирать у себя также фраг и и тел с планом пойдут на выбивание уже поставленный альфа пойдет оба стэшки река уже ожидать с рядом на подкрепе и на нож не хочет забирает река раз забирает река 2 отлично есть первый раунд для катастроф ну похожем темпе и повторить но не факт конечно что все может получиться нужно это дело как-то закреплять опять же может быть контакт на тэшки а нет расходится ребята пуш все отдал все отдал на эту тэшку вот получен минус разбавлены так скажем в этом и можно наверное попытаться туда ударить нет это будет также альфа но пока что да они пытаются играть именно под а плент это тэшка и боковая на боковую причем отдают очень много внимания река номер 1 я думал он будет раскидывать х есть час под выход бомб сайда но он почему-то в определенный момент быстро передумал смещается под тэшку от крюкера и дайзекса прилетает по фрагу буш тут же включается в игру отлично есть минус по загару и остается один эти л он играет на перемычке и по нему есть инфа навряд ли ему позволят выйти на пятерку и он это прекрасно понимает пока не установлена бомба пытается изменить позицию но под винтами находится один из оппонентов и он здесь очень сильно натопал так что этот шифт сейчас абсолютно ничего ему не дает дайзекс уже готов принимать попадает но минимум попадает хаешка прилетает под и тело почему-то и тело на нее не реагирует и наступает благополучно два раунда сверху забирают вот она индивидуалка вот оно то что сейчас помогает команде катастроф это же река номер 1 и дайзекс которые сейчас выходят уже в плюс статистику для своей команды буш начинает потихоньку поддерживать хотя бы по единичному фрагу в раундах но это уже хоть что-то и 42 друзья юнеско крашится благо вовремя это замечают его тиммейты и выбывает в лобби сейчас есть время еще немного поговорить может быть обсудить что они будут делать в дальнейшем но сократить дистанцию до своего соперника по максимуму я думаю приятная перспектива сейчас для команды катастроф насколько долго будет этот перезаход пока что неизвестно отдаю лидера давайте с вами чатик пообщаемся мы как-то раз с германом делали такую штуку что предлагали чату провести анализ игры команды но и собственно лучшие так скажем максимально аргументированные анализы мы награждали кодиками попробуем такую инициативу чатик будете участвовать чем больше плюсов я сейчас увижу давайте если участвуйте то плюс если не участвуйте то минус если вижу много плюсов которые готовы участвовать они три человека то замутим что если нет плюс конечно то я буду просто кодики в чат кидать это вот так ну да тут конечно если кодик в чай то тут быстренько все разбирают ребята на ваш это покажем это пока что быстренько все разбирают скоро довольных я думаю должно прибавиться ну конечно я не обещаю вам код на 50 активаций так как вас всего 50 пока что здесь сидит но чем вас больше тем больше активации будет вот так такой вот момент я надеюсь то что на следующей неделе эти коды на несколько активаций я надеюсь то что на 15 нам одобрят но не на 15 на 10 тогда если нам одобрят то на следующей неделе друзья ждите с ждите с ну и собственно мы будем обновлять наш список некоторые задают вопрос что у нас сейчас есть аук у нас закончился друзья аккумулятивы тяжелый бронежилет у а-93 быстрая смена оружия скины за террористов и контр террористов 120 хп крис и black sk-20 10 гол тактилайта 2 из раритетного доната у нас есть чей так комикс аук а3 огненный змей sk-20 10 злой санта крис sf redline ну и тыквенные кастеты но они как расходный материал мы ими просто разбрасываемся налево и направо я помню как мы с тобой комментили просто этот фан турнир на кастетах это было нечто особенно эти звуки ребята вспоминаете тыквенные кастеты но я сейчас произносить его конечно не буду но вы должны вспоминать это знаете как работает мы масса когда и есть же из же просто картинку делают чего-то и пишут слышишь слышишь этот звук и вот если вы мне показали картинку тыквенных кастетов я бы сразу же в голове у нет вот это зубы как-то вот так вот те кто понял вон там ребята плюсики ставят смотри пошли пошли плюсики хотят кабака 66 из 50 ребят маленький процент код в чай так только одни и те же не прожимайте ребят я вижу уже один тот же человек по два раза плюсы про описывает не не в чай кота в чай да это старик балуется словами играется играется да ну понятное дело я не знаю что такое чат и чай кто тебя знает ты же старый может ты только учишься мне скоро четверть сотни будет так что конечно да особенно если голос еще как-то так вот эх внучок да ты его еще с помощью пульта крутишь по-разному и вот у тебя очень часто голос меняется не знаю как ребятам но я очень часто замечаю когда ты что-то меняешь его настройках голос сразу же меняется да особенно когда я слышал его в жизни и слышу сейчас через твой пульт и микрофон это вообще два разных человек ну да ну брось это просто знаешь микрофон он он ловит лучше вот и спокойно не напрягая связки говорить своим естественным голосом ну когда я за столом то с ним сижу у меня живу что-то у меня локатор вкручен я не первые не первую сотню живу да на этом свете слух то уже подослаб ничего не слышу не понимаю тоже старт супер старт так ладно плюсики прилетели хорошо ребятки давайте если вы за подобный интерактив то после матча после матча у вас есть давайте я дам команду анализ у вас будет время ну минут пять десять десять много наверное да не наверное лучше здесь потому что если давай 10 хорошо у вас будет 10 минут на то чтобы сделать анализ игры по ввг ну и собственно через 10 минут я закрою мы с ильей потом выйдем в эфир прочитаем да после паузы мы прочитаем вслух ваши анализы ну и собственно вместе выберем самый объективный да так будет удобно просто пять минут точно бы не хватило потому что мы хотим от ребята именно что-то красивое что-то умное вот реально анализ то нужно время 10 минут 10 минут пока придут мысли в голову пока расчехлишься вот надо еще и написать вот постараться как-то без ошибок но кто-то может составлять потихоньку уже прямо сейчас легче понимать да может примерно на час уже накидывать какие-то мысли начало допустим начинать с начала игры разумеется это логично ну и то что нам вас учить примерно те моменты сами должны уже понимать будем ждать от вас ответы на игроки катастрофы ждут аркады и ждут то ведь не зря потому что есть на поджиме соул есть на поджиме даня закидываться под него каешку а ей неприятно 60 кп еще тут флешка вроде летит это был смог и даня в позиции вопрос чекнут ли выходит так конечно чекнут еще и закидывать туда каешку убивать сейчас зданию 5 4 ситуация и тела вставляет бету и атака немножко медленно но они пока что стоят в позиции они за это время получили фраг но и уже успели кстати его отдать соу находит нас по юнеско загара забирает пуша и пошли размена ладно нам надо нужно наверное по торопиться потому что как раз таки атака шумит и уже выходит в сторону панта арика забирает загара забирает соу пошла постановка в план соло придется эти убивать так бомба была установлена бомба была кожевник если у тебя план запасе сейчас посмотрим закрывает дайзекса пытается выйти через двойку но собственно он должен понимать что эта игра тэшки может быть боковую еще чек нет но он не собирается гоняться за своим соперником заставить соперника гоняться за ним не особо плана его сработал не отпустил не услышал видимо как раз таки из-за смока мог и не сориентироваться но это еще один раунд друзья для команды катастроф не надеюсь ничего серьезного потому что просто ребята уходят лобби но окей сразу же полезли в инвентарь почему моник обошелся ребят 31000 а ей просто но я бы его был брат поменять да кстати сейчас наверное небольшое время есть прихожу и значит магазин с этим монитором с коробкой которая весит ай-яй-яй просто его тащить неудобно поэтому я чтобы не напрягаться просто на автобусе поехал в общем то я подхожу спрашиваю консультанта мне он как бы играет час минуточку куда там сходил я не знаю них просто по ходу менеджер не работает такое позднее время он может пошел позвонить приходит ко мне и головой вертит я такой смысле а 14 дней вот как-то вот так вот мне просто монитор не понравился из-за некоторых его функций которые сами себе противоречат с одной стороны там некоторую картинку делают для меня неприятный хотя должны рассчитывать рассчитывается на другое то что ну тут какая-то функция которая вроде бы помогает но нет одна оставляет мерцание на на моем лице потому что когда включаешь вебку я вижу что знаете как на телевизоре старом полосы вот эти черно-белые они спускаются постоянные повторяются вот это дело есть но и матрица как я купил этот монитор с айпи с матрицей но почему-то он показывается как тэнкой то есть я вижу то что желтит картинка вот сейчас допустим грею вижу тут и сказал то я бегать с ним за карта пустим и она у меня не совсем золотой она почти желтая на втором мониторе на котором у меня нормальная реальная песка там золотое вот просто конфетка как-то вот так вот поэтому придется наверно как-то бороться чтобы вернуть этот моник не он не подошел потому что у меня есть еще 14 не ребята не закончилось а права потребителя не такие ну это еще нужно момент почитать в общем так потому я сказал вам еще в начале игры о том что нужно с этим моментом последить всем наверное чтобы если что не попадать такие ситуации окей на мост план заметил противников и отдал информацию и тело рядом будет играть на подкрепе кстати со уграй также на поджиме он выйдет просто спина лишь нет немножко стесняется но здесь опять же атрибуции хотят уже поставить точку в ходе первой половины неприятно уже давать большее количество раундов сопернику явно их не устраивает нынешний счет на табло но и поехали посмотрим чем же все-таки это дело обернется опять а плент ничего нового от катастрофы абсолютно ничего нового дайзекс играет тут соло где-то в районе 0 очень интересно почему он здесь играет соло на закрывающего игрока можно было бы отдать его же крюкера или же пуша дайзекс сейчас я бы его расценивал именно как огневую мощь команды который показывал себя с лучшей стороны и опять же боролся за строчку фрак лидера у своей команды но сейчас его приняли решение оставить где-то в спине где по сути от него будет минимум выход друзья под аплент хотят сделать но очень боятся будешь что-то как-то с тэшки выходит не уверенно периодически простреливает смог на боковой проходи куда хочешь все прекрасно вот лежит смог зайди сократить дистанцию подорви бочку откинь х ешку под бетон и пройди вместе с тэшкой но сейчас игроки все таки очень сильно медлит после того как смог спадает для ямы абсолютно никакой проблемы нету для того чтобы промониторить боковую но боковая дает х есть даже про падает юнеско но перед смертью дэниэль все-таки нашел минус юнеско вместе с дайзексом находит по фрагу дайзекс выходит как раз таки через находит даблкилл для своей команды и вот как раз таки в атаке это парень очень даже пригодился от загара было размены и сейчас по сути план вместе с загаром они зажаты по две стороны одни находятся в аппленту 2 находится под винтами который очень много проблем создавал но все-таки в определенный момент почему-то решил покинуть эту позицию и сейчас продолжает душе через двойку река номер 1 вместе с юнеско благо справляются и раунд все-таки забирают для себя игроки катастроф у атрибуцев большие проблемы 4 3 с учетом того что парни сами выходили на лидирующие позиции они сейчас просто отдают собственную инициативу в игре и опять же индивидуально у них абсолютно ничего не получается не могут понять что делают игроки катастроф может быть понимают но не справляются с этим приемом катастрофы ничего нового не показывает опять это будет апплент может быть конечно будет какой-то фейк но поначалу потому как они расставляются это опять игра боковой и опять же игра тэшки река номер 1 судя по всему будет готовить хаешку сейчас мы посмотрим он еще просмотрит выход моста да пытается чекать мост никого здесь не замечает но и в определенный тайминг и это так понимаю по отмашке тиммейтов может быть хае отправиться куда-то в район перемычки может быть под пятерку река да 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 вот эта хаешка пошла и под эту хаешку неплохо было бы еще парочку отдать но хае максимально плохая это смог который остается на крыше и покидается тэшка минута пока что просто в никуда уходит у команды катастроф хае они не выманили свои только потратили и теперь фастом пытается ломиться под б-плент где и тел отдает хае закрывает двоих игроков и здесь еще остается план под мостом который вовремя успевает отступить закрывает крюкера б-плент явно провален сейчас для команды катастроф и 4 в 2 буш может быть зайдет под а плент но у него в сопротивлении загар на двойке так что пройти тоже будет нелегко с учетом наличия дуалов еще в дальней дистанции может быть что-то прилетит в голову шальное но только шальное не более и носка немножко поигрался подождал какой-то инфы более объемный так скажем не понял что ситуации лучше лучше не найти как убить просто понятно в спине его ну и выход под альфа от него он попытался забрать оппонента удалось немножко облегчить ситуацию для буша который теперь 12 у которого есть дуала который попытается в паре встречать на тех а ешка кажется те стороны даже ничего не полетел я думал соутом в распрыжки что-то забрасывал это было не она 4 4 сейчас счет на табло и минимальный отрыв будет в одной из команд бомба деактивирован посмотрим но вот катастроф вроде бы медленно вроде бы там какие-то раскидки как-то особо не торопятся но вроде бы находит для себя силы в том чтобы проходить в точке и как-то вот так вот у их разыгрывать что это вновь будет против моста вдвоем начнут ребята план будет встречать сейчас это атаку река попытается подняться до пытается нужно середине танцует он больше базе сейчас своего оппонента и подальше все так же в принципе дефолт мы с вами наблюдаем от игроков катастрофы и ждут это минусов логично но туда уже контакте есть то есть все друг о друге знают другой лишь момент кто кого убьет как-то вот так но оборона явно давить принципе не будет им это не нужно они подожду подождут когда на них выйдут на игроки катастроф под раскидку должны наверно будут подрываться уже в сторону апплента забросать цеха на яма да не теряет свою копы еще на хаешка неприятного спорта ибо пересмерть одну из своих хаешек от дайдсов погибает также на альфе загар рядом на пекине его должны растяжелять наверное выход с двойки будет айзекс еще с винтов ой-ой-ой-ой просто полетели атрибуция и план последних а я под него 50 и пошел уже давить дайвик на мужика ставят пачку по плану пятерка для катастрофы но собственно не знаю здесь атрибуции позволили так сыграть не более не менее это просто подарок сейчас для команды катастроф с учетом наличия однообразной страты и недоработки а может быть даже просто изобретение велосипеда на ходу сейчас со стороны команды катастроф я был удивлен то что многие из их заготовок не знаю можно ли их назвать заготовками может быть это импровизация чистой воды они срабатывали я был удивлен то что с апплентом были большие проблемы все также у команды атрибут да мы с вами увидели друзья сейчас ну плюс-минус равный счет на табло да в исполнении катастроф и атрибуцев которые пытались как-то сопротивляться своему сопернику и собственно 5 4 закончили но это совершенно не тот счет с которым могли заканчивать сейчас атрибуции гораздо лучше и гораздо больше они могли бы сделать если бы ну собственно первая половина подверглась не знаю минимальному обсуждению здесь анализировать даже не стоило команде атрибуции не вдаваться в какой-то анализ просто обсуждению среди игроков что делают сейчас игроки катастроф может быть оно и было я не возьмусь утверждать что этого не было просто я по крайней мере не увидел абсолютно никаких изменений в обороне апплента и собственно не шибко много было изменений в атаке была какая-то импровизация под бэплентом попытка сыграть в фаст раунд задержкой в минуту но этот дилей вообще ничего не дал минуту они просто где-то находились в районе ноля спустя минуту раскинули смоук на мидл попытались зайти толпой хаешка 3 тела киллует двоих проход под бэплент план который убегает на мост и слишком большая самоуверенность катастрофов его задавить план находит минус все собственно раунд был провален для катастроф так в основном мы с вами видели начало раунда именно под а плент в одном и том же звене игра боковой одно и то же звено игра под тэшкой рика с буш им исполняли плохих аешки катастрофы в атаке которые в частности нет летали прокиды которые падали в район так а и собственно зонили выход двойки они если бы они были было бы еще хуже для команды атрибуции но и здесь в основном как-то индивидуально провалились а 3b они вроде как стартанули очень уверенно игра в тэшки в аркадном стиле а дэниэля который просто первом же раунде крошит троих после перезахода я просто не узнал команду как будто бы их просто подменили может быть расслабились может быть игроки команды катастроф собрались и подобному сопротивлению не были готовы атрибуции не знаю это сугубо мое личное мнение я могу только предполагать да и собственно не мне учить профессиональных игроков как нужно действовать и что нужно делать я собственно выставил только свое мнение ну и тем временем соушки закрывает буша это 4 в 4 друзья также очень сильно битый крюкер который играет на 4 на 4 на квадрате и на него должен будет выходить план план вероятнее всего понимает примерно расстановку обороны б-планта сопротивление как такового на чердаке они не встретили мидл проходит свободно так что вероятнее всего это квадрат и перемычка перемычки должны были быть зонящие хае под бомб сайт но дайзекс почему-то решил уйти под аплент хотя под аплентом не было абсолютно никаких признаков атаки соперника это целенаправленное смещение б-планта запоздала информация команды катастроф может быть откидывается хае эти л ведет файт против дайзек здесь же пытается саппортить соу но собственно и телу это толпа не понадобилось а дэниэля и плана прилетает еще по фрагу река номер ван остается один против четверых но и дэниэль уже пошел на добивание под широкую и добивание было более чем успешным вот опять же дэниэль включается команда поддерживает все прекрасно чуть ли не каждый по фрагу ну загару там немного не дали пожадничали не страшно ну вот хорошая защита поставлены бомбы атрибуцев приносит им раунд следующий же уже оставили данью с этим будет проход моста очень много информации собирает еще сейчас мог бы 2 2 забрать но нет так отрибуция все еще теперь надежда против но на бетом буш в аркаде заигрался он был здесь один и кило встретил и забрал план был рядом мог помочь но и тел сам справился проход на бете есть соу инфу это том что одного он видел река еще танцует об эти и нас кидит на подкрепу соу опасная игра тут можно попытаться кстати поставить нужен оппонент в упоре просто так не получится это сделать юнеска выход на остров замечает плана забирать его оса также погиб вдруг арика и ваня тазится который вышел на и тело и забрал его вот быстро ответочка 65 но собственно пока что возвращаемся к тому что потеряли то и отобрали обратные игроки команды катастроф едем далее и смещение дэниэля на боковую игрушки через тэшку где-то мы подобно ли с вами уже видели а соу кстати да я только сейчас понял что соу здесь в атрибуциях не в самолетах а вот прям только сейчас доперла я настолько привык видеть артема в теге атрибуцев что я даже не сразу заметил эту ротацию состава вам 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 ну да я думаю у всех такой момент присутствует то что ну соу скажи кто таки атрибут это мы всех знаем мы все знаем и сейчас ты вспомни ножки планом море я просто завожу эту тему что ребят но реально так закрепился за человеком это же срок до проплана такой момент есть такой момент не знаю что произошло с кайлом но это мы уже выясним друзья на личных интервью сошки вместе с эти лом закрывают все-таки своего соперника проходит друзья под б-плент юнеско остается соло против четверых у него есть проблема в лице соу под а плентом ему собственно сейчас нет до бомбы да и уйти ему навряд ли артем позволит михаил смещается на перемычку информация по юнеско присутствует но юнеско уже потратил больше 10 секунд на то чтобы ликвидировать соу и еще сколько бы потратил на ликвидацию плана но план справляется самостоятельно и еще один раунд друзья к атрибутсом в копилочку есть такой момент ну что снова под бета попытается ребята пробежать кстати хая залетает очень неплохие еще с загара может взорваться и убежал очень такая хаешечка и щепетильная можно и так назвать вроде бы от нее толку то нету ну по по факту то есть ну как по сути обычно так вообще не разыгрывает может быть кто-то редко встает на нуле с мусорки но обычно все просто дрогаются и бегут а тут был была такая ставка и она могла даже зайти могла с этим на массу убийства по оппоненту но немножко не повезло забирают соус сейчас для обороны небольшое преимущество имеется и атака от отрибутся все таки будет размаживаться на а плент а еще кстати наверное особо то не осталось но вот если есть нужно бросить хоть что-то в сторону плента там с боковой в сторону двойки отбросить смоки что в обороне не было удобно просматривать выход а тут дайзекс просто есть хаешки с боковой ребята которые отбрасываются точнее смоки подобным образом они летают этого ящика или двойку окей мы смотрим за проходом на выходе был таня не смог принять вводил прицел не смог ну рико зато может и нас разбирают сейчас проходящую атаку и сверху вишенкой залетает хаешка от крюкера забирает закара забирает раунд катастрофа а качельки то у нас собственно говоря продолжаются друзья атрибуции смещение друзья под тэшку дэниэль попытается задушить здесь но не знаю вряд ли задушить дани сейчас может стать вольным художником его задача байтить а плент его задача просто заставить унеска рико номер 1 и дайзекса нервничать под а плентом мол мы здесь мы можем выйти на ребята не расслабляйтесь но в этот момент по хорошему бы нанести молниеносный удар по бпленту но наличие сошки под мостом и собственно его более агрессивное поведение заставляет уже дайзекса сыграть под бплент и возможно в дальнейшей шумихе под бплентом дэниэль как раз таки выйдет подальше и тел кстати уже покидает ноль буш срезает двоих следом сошки 25 процентов здоровья еще живет на картаке пытается сопротивляться дайзексу ему это удается более чем удачно икс юнеско ну все тут уже точно есть тут уже точно есть информация так уверенно пошли на смещение рико номер 1 и юнеско под бплент я хотел сказать и кстати это сработало но видимо и тел там как-то выдал себя может быть на топол может быть его увидел юнеско я смотрю на этот момент сверху минус этой тела раз но надо еще сделать два двадцать семь процентов друзья с этим очень тяжело справиться река number one карабина вылетает на 2 и он максима раунд друзья для хотел сказать атрибуцов но нет для атрибуц проблема вот что можно сказать им сейчас предстоит как ты не знаю перебороть себя перебороть оппонента прежде всего также и начать забирать раунда потому что они близко поражение на этой карте на опять же о поражении речь пока что не идет потому что не все потеряно да не уже в упоре хочет наверное ворваться в сторону плата удается зайти замечает рико забирает его дропается сейчас может на тайзек который забирает плана и тайзекс минус но теперь плент но теперь должны быть наверное раскидки при фаером уже в сторону плента от обороны но они просто все разлетаются крик на последний бросает до хаешку там да не наверно успеет поставить и отбежать да успел он вот и хае только сейчас заходит кстати даже не в плент но пресс-ф дания отслужил забрасывается хаек крюкер попытается бороться но атака знает где сидит фазан забирает крюкер конечно загара там через маки как-то нашел его голову вот численное преимущество и раунд для атрибуцев есть привет от шуни залетает илюша и ребята привет на 3 здоровенький здоровенький но что 3 3 качели никуда не исчезли атрибуции более активно берутся сейчас за выход а плента тэшка плюсом боковая дайзекс уже находится под бетоном он слышит прекрасный этот выход бойка помешать не смогла дэниль попытался на ноге сработать не получилось дайзекс его останавливается ушки проигрывает пик стрелку река номер вану река номер ван дабл килл а плент провалился винтам выйти так понимаю не удалось или вообще не было этой задумки загара тс в районе 0 и тел проигрывает файт против юнеско и загар читаны секунды 5 уже отдыхать неприятно максимально неприятно они же не выходили в лобби но вроде бы нет ну раунд и остается сейчас от реботцев это напряжение когда ты получаешь уже удар так скажем в планку который уже находится игроки катастрофы и еще один взятый раунд будет означать победу на этой карте замечать на мосту что лепят эти молодые люди крюкер с карабином там река также работает и просто закрывает выходящую на них атаку которая разворачивается после минусы на мосту сторона плента а на нем четыре игрока обороны сейчас будет информацию собирать по всей движухи или же нет но вроде бы мог уже получить потому что видел на боковой хоть кого-то из этого прямо не уходит и врубается на выходе забирает инеско винты буш пытается вернуться в сторону а плента там еще какое-то время боролся река но взлетел от хаешки минус по дань а теперь 12 у загара 25 кп есть девайс есть позиция крыкер вас замечательно попасть по голове в той позиции будет практически нереально нужно сыграть вместе с тиммейтом который уже шел на подкрепу и работают неплохо отлично работает 10-7 побеждает катастрофы отрывутся сейчас и это 11 по картам сюрпрайс сюрпрайс мазер фазер да есть такой момент друзья так давай посмотрим сразу же что у нас там было по ставкам 3м 3 а ритм 3 а почему никто тетрис не написал ребят спрашивала здешние что это за границ 7 да у нас да кто-то писал battle corneal text legends и просто никто тетрис не написал я просто помню когда мои трансляции на контакте запускали там возможно кто-то и случайный заходил на трансляцию спрашивал что это за игра играть 5 рис такой ставки не было так что код отправляется прямо сейчас друзья к вам в чат на твиче но и собственно следом за кодиком гол аналитику давайте вот так вот но и у вас есть 10 минут я засекаю 20-37 на таймере поехали поехали неплохой матч хорошая аналитика от здешнего так нам пока нужно максим то сам знаешь что да нужно просто как я тебе говорю ранее были небольшие проблемы с этим оставь пока что старый старую графику на заглушке мы ее изменим друзья сейчас будут играть атрибуции против команды xs далее xsd против катастрофы опять же будут отыгрывать но пока что музыкальная пауза и и и и и и и и Продолжение следует...